Пока еще по левому флангу атак большими силами мы не видели, но я абсолютно уверен, что они тоже будут. Ну и подстраховка у Спартака налажена. Еще один опытный футболист играет в полузащите. Это Ренат Сабидов. Вот он, собственно, остается за главного. Александр Гвардия показал желтую карточку Мартину Ирануку. Так резко повел себя арбитр. Самое-самое начало матча. Десятая минута. Ну и Ираник, разумеется, сыграл здесь неаккуратно. Но, на мой взгляд, там какого-то особого умысла не было. Слегка он зацепил Владислава Игнатьева. Однако Гвардия решил, видимо, какую-то свою манеру продемонстрировать сегодня. В общем, известен этот арбитр как довольно суровый. Ну, другим неповадно будет. И штрафной Бобер навешивает. Опасно. И гол! И мяч влетает в ворота Спартака. Отправляет его туда Мартин Штранцель. Да, неприятная новость для Валерия Карпина. Команда вроде бы начала-то игру в нормальном режиме. Владела мячом больше. Потихонечку, потихонечку обосновывалась на чужой половине поля. Получила вот такой двойной удар. Капитан Спартака желтую карточку схлопотал. Можно сказать, на ровном месте, потому что там остроты в рывке Игнатьева, по-моему, не было никакой. И вот после этого штрафного Спартак еще и сам себе забил.